Татьяна Гармаш-Руфе «Королевский сорняк». Автор предупреждает своих читателей, что у персонажа его романа не имеется реальных прообразов. Все характеристики, которые могут показаться читателю узнаваемыми, использованы автором исключительно в качестве элементов для создания вымышленного образа. Глава первая. Вот она, голубка. Пожалуй, он сделал правильный выбор. Она, конечно, кажется дурнушкой, но если приглядеться, какая нежная сладкая шейка. Какой затылочек, круглый, плавный, бездарный хвостик бездарных волос, но хороший парикмахер с ними управился бы вполне достойным. А подбородочек упрямый. Он весьма мил. Нос великоват, но не настолько, чтобы все испортить. И губы. Они ему в прошлый раз показались тонкими, бесформенными. А вот ведь ротик открыла, что-то говорит покупателю, так очень даже ничего. Она просто не умеет держать их так, чтобы выгодно смотрелись. Она много чего не умеет, эта крошка. Потому и сидит за кассой. Было бы ума побольше до нахальства. Так уже давно крутила бы мужиками, как хотела. И носила бы и шубки дорогие, и колечки. И не за кассой бы сидела, а на мягоньком сиденье какой-нибудь машинки, дорогой и дурацкой. Да, у нее есть потенциал. И она должна его подспудно чувствовать. И верить в глубине души, что рождена для лучшей жизни. Ведь все дурочки надеются на чудо. Они не догадываются, что кто из-за марашки, которая целыми днями кастрюли мыла и до крупы перебирала, только в сказки приходит фея и на халяву делает из нее принцессу. Дурочки по образованию любят повторять, делая умно возвышенное лицо. Сами придут, сами все дадут. И не в домеком, что Булгаков тоже сказку написал. В реальности, сами тогда приходили только люди в черных пальто, да сами только в лагеря отправляли. Так что, милые мои, чудес не бывает и халявы не бывает, а в принцессы выбиваются исключительно те, которые ничего не ждут и не просят, а с зубками, локотками потихоньку работают и губками где надо, и язычком, которые знают, где болтать, а где. Но для себя, кассирша, сказка случится. Настоящая сказка, в которой все на халяву. Вместо феи у тебя буду я. Я назначил тебе сказку, как назначают диету. Итак, внимание, оркестр уже играет прелюдию. Заново сползет вверх. Сейчас к нашей девочке подойдет мальчик и спросит, сколько с меня девушка? И когда она поднимет глаза, он обалдеет и скажет самую большую в мире банальность. Какие у вас красивые глаза? Я таких никогда не видел. И все получится, как должно. Она поверит, ведь каждая дурнушка непременно со что-то уцепится. Даже если она страшнее крокодила, то будет считать, что у нее зато мизинец на левой ноге совершенной формы. И тот, кто похвалит ее мизинец, тот и заполучит ее никчемное сердце. Впрочем, все мы таковы, верно? Там не вышло, здесь добираем. Пенис неисправности. Будем всему миру доказывать свою интеллектуальность. Интеллекта нет. Будем брать хитростью или кулаком. Кулака нет. Будем трахать баб. Кто больше? Трахомет не работает. Будем доказывать интеллектуальность. На колу было мочало. Не начать ли нам сказочку сначала? Как всегда отвлекся поток сознания. Если бы он вздумал писать в этом патологическом жанре литературы, похожем на непроизвольное мучеиспускание, то он затопил бы своим потоком всю планету. И еще для соседней галактик хватило бы. Черт, опять отвлекся. Очередь уже подходит. Внимание. Она подняла глаза от кассы. 240 рублей ровно. Перед ней стоял картинный блондин со слепительной дежурной улыбкой на лице. Тоня сухо поджала губы. Пусть себе сияет медным тазом, раз ему охота, а ей до него дела нет. Но невольно, но нечаянно ее взгляд чуть задержался на лице красавцы. И тут его улыбка вдруг стала линять, медленно сползать. И вместо с ней и лицо его словно осунулось. И он выдохнул. — Какие у вас глаза? Никогда таких не видел. Она помотала головой. — Брррр! В них можно утонуть. Вы ведь знаете, что в них можно утонуть? Вы, наверное, русалка. Утаскивайте неосторожных купальщиков на дно. Голос его был необычайно серьезен. Тоня так растерялась, что только я могла молча глазеть на него. Подобного ей никогда никто не говорил. — А там, на дне, — понизил он голос, сойдя до хриплого, прерывающегося шепота. — Там вы защекочете насмерть, да? Все колыхнулось в ней от этих слов, как темные водоросли на глубине. Взметнулось мутным облаком. Песка со дна, поднятого рыбьим хвостом, задрожавшим, забившимся в экстазе от русалочего счастья, держать в руках гладкое человеческое тело. — Что за бред? — Тоня едва заметно выдохнула, сделала строгое лицо и выбила чек. Но потрясающий блондин ей улыбнулся, и она невольно вместе с ним. Он готов был держать пари. При словах русалки, все ее закисшее в никчемности, гормоны зашевелились, затолкались, задышали, и, жадно хватая кислород, помчались, оголтелые по сосудам. Ее девичья матка сжалась в трепетном и сладострастном страхе, а затем решительно расправила упругие стенки и завибрировала, испуская волны, заставляя задрогаться каждую клеточку тела. Всего лишь на секунду, на крошечную секунду в глазах Кассирши поплыл туман. Затруднилось дыхание, и она сразу взяла себя в руки. Но он, он все успел увидеть, словно сидел внутри ее тела, словно стал ее частью. Это он плыл туманом в ее глазах, это он бежал гормонами в ее крови, это он разливался томными волнами внизу ее живота, это он хмелем ринулся в ее мозг. У него на губах даже появился пряный вкус вина. Ах, какая прелесть! Ах, как он был прав, выбрав эту Кассиршу! Весь вечер Тоня вглядывалась в зеркало, пытаясь отгадать, что нашел в ее глазах блондин, заплативший 240 рублей в кассу. Глаза нормальные, ничего особенного. Она вся такая, ничего особенного. Не уродина, но и не красавица. Хотя мужчины, они женщин как-то иначе воспринимают. Вот недавно, к примеру, когда они у Галки смотрели телевизор, Боря так загляделся на одну страшненькую, тощую, кривоногую девицу, что они с Галкой даже спросили, что он в ней нашел. А Борька ответил, что девица супер, что в ней есть класс и что они ничего не понимают. Галка обиделась, а Тоня нет. Чего обижаться? Она не понимает, верно? Она же не мужчина. Им нравятся почему-то кривые ноги. Тут есть загадка. Ведь в теории все считают, что стройные ноги лучше, чем кривые. И у Тони стройные ноги. Но никто на них не заглядывается. И грудь у нее полная, красивая. Тони иногда даже любуются ею в зеркале. Говорят, что мужчины любят большую грудь. Не любят? Ну, почему тогда не Тонину? Нет, у мужчины есть какой-то секрет. Галка говорит, что фишка в том, как себя подавать. Но спрашивается, почему надо себя подавать? Как блюдо в ресторане, что ли? А под носики декольте да пупа сделать, словно витрина продуктового прилавка. А, ну, налетай. Вот вам сосиски, а вот вам колбаса. Нет уж и вольте. Тут кому понадобится, сам ее разглядит. Разглядел же тот 240 рублей. Красивый парень, что и говорить. На такого девицы сами оборачиваются. А он разглядел ее, Тони на глаза. И, может, он еще снова придет. Галка отнеслась к рассказанному эпизоду скептически. Да, бросьте. Мужики знают, что женщин можно легко взять на комплименты. Вот и разбежались. Пихает нам в уши не весь что. А ты уж прямо и поверила. Борька твой что-то не разбежался, хмуро заметила Тоня. Все больше комплименты каким-то страшилком отпускает. Да не им в уши, а нам с тобой. Вроде как хочет сказать, что мы ничего не стоим. Так ему же уже не надо меня завоевывать, рассмеялась Галка. А он меня уже взял. Чего ему теперь напрягаться? И вот он неожиданно сник и завидся в воздухе тоскливой нотой. Но на Тони ее слова подействовали совсем иначе. Завоевывать. Вот что она услышала. Раз блондин сказал ей такие слова, пусть даже пустой комплимент, то значит он собирается ее завоевывать. Ты бы видела, как серьезно он это сказал. Попробовала настоять Тоня, желая услышать от подруги что-нибудь обнадеживающее. Ой, да не все актеры такие. У тебя ведь опыта нет, ты не знаешь. А мне поверь, когда им от женщины чего надо, то целый спектакль разведут. А Борька, он просто больше не прикидывается. Вдруг добавила она. Ему не нужно прикидываться, потому что он меня любит. И я это и так знаю. И снова Тоня из всей Галкиной речи удержала только одно. Когда им от женщины чего надо. Значит, блондину что-то надо от Тони. Надо. Он ее завоевывает. Вот так. И значит, он снова придет. Прошла неделя, потом другая. Блондин все не шел. Тоня готова была поверить, что он ей приснился, если бы не 240 рублей. Они были слишком материальны, а они, как якорь, прочно удерживали красивого блондина в реальности. Он существовал, и он сказал, что в ее глазах можно утонуть. От этих слов кровь билась в висках. Она чувствовала, как розовеет щеки, совсем не кстати, когда она обслуживала очередного покупателя. А внутри тела начинал раскручиваться огненный смерть. На третьей неделе Тоня сказала себе. Баста. Галка права. Парень отпустил комплимент мимоходом и давно забыл о твоем существовании. И ты забудь. Продолжение следует. Продолжение следует...